Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Аллау, программа РТН Подробности. В ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Умад Сулейминов. И в начале программы коротко о главных событиях уходящей недели. В этом году в Кустанайской области планируется засеять 5 миллионов гектаров посевных площадей. По заверениям местных властей, на сегодня производственный потенциал в регионе есть. Машино-тракторный парк насчитывает 24 тысячи тракторов и 10 тысяч комбайнов. Однако состояние техники оставляет желать лучшего. Около половины парка уже превысило положенные сроки эксплуатации. И это при том, что только в 2017 году на развитие сельского хозяйства государством было выделено почти 260 миллиардов тенге. Однако огромные суммы в виде субсидий проблему решить не помогают. Эксперты уже подсчитали, что из-за устаревшего парка происходит перерасход средств на ремонт техники и горюче-смазочные материалы. К этому стоит добавить вынужденный процент потери урожая. Однако некоторые аграрии новую технику покупают. На сегодня в основном за границей. Отсюда и впоследствии возникают проблемы с ремонтом импортной техники. В правительстве намерены заинтересовать агрария в покупке отечественных тракторов и комбайнов. В Казахстане сейчас существует три популяции сайгаков – Бетпагдалинская, Устюртская и Уральская. Самая многочисленная из них – это Бетпагдалинская. Авиаучет показал, что большинство сайгаков сейчас находятся на территории Акмолинской и Актюбинской областей. Но уже через 10 дней они массово направятся в наш регион для Акота, который обычно происходит с 1 мая по 25-й. Поэтому уже сейчас усиливается работа по охране сайги. Территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Кустанайской области надеется, что в этом году окот сайги пройдет без особых сложностей, ведь это позволит увеличить популяцию в разы. А данные, полученные во время авиаучета по количеству сайги 2018 года, озвучат лишь через полгода. С 2013 года в Казахстане действуют правила выдачи пропусков на въезд в пограничную зону иностранцам и лицам безгражданства. Согласно им, казахстанцы в пограничной зоне могут находиться только при наличии у них удостоверения личности, а вот иностранцам и лицам безгражданства необходимо получить специальный пропуск. Тем не менее, о необходимости оформления таких пропусков мало кто знает. В прошлом году за их отсутствие оштрафовали 24 человека. В этом уже 8. Штраф, кстати, 5 месячных расчетных показателей. Проблема кроется в том, что пропуск получить онлайн пока невозможно. К гостю, чтобы приехать в село приграничных зон Кустанайской области, нужно заранее, за 7 дней, заехать на территорию Казахстана, написать заявление и предоставить документы в миграционную службу. Получается, что не казахстанец должен заказывать пропуск на территории, на которой находиться без пропуска не должен. В Кустанайской области числится порядка 100 поселков, входящих в пограничную зону. Больше всего их в Карабалыкском районе, в том числе и сам райцентр. В этом году все земельные участки в Кустанайской области должны заиметь электронные паспорта. Делают их бесплатно. Однако местные сельхозтоваропроизводители столкнулись с проблемой. Обновить свои данные на портале Минагрокезет они не могут. На те земельные участки, на которые государственные акты выдавались до 2003 года, не проводилось установление границ на местности, то есть так называемые географические координаты. И поэтому сельхозтоваропроизводители при оформлении электронных карт полей и сталкиваются с тем, что земельный участок не идентифицируется. Часть земельных участков в базе отсутствует. В некоторых случаях площадь отображается гораздо меньше реальной. Сейчас, чтобы решить проблему сельхозтоваропроизводителям, нужно заказывать новые земельные планы, а это дополнительные деньги. Кустанайские фермеры также не могут подать заявки на государственные субсидии. Не касается это в основном объединенных крестьянских хозяйств. Чтобы решить эти проблемы, палата предпринимателей Кустанайской области отправила к разработчикам веб-портала Минагрокизет свои претензии. Решить технические проблемы там обещали в ближайшее время. Побороться за кубок Акима Тарановского района в набережный сельский округ съехались лучшие наездники Кустанайской области. Приехала бороться за главный трофей и команда Тарановского района. Главными соперниками в Кокпаре команды Тарановского района стали всадники из Кустаная. В составе городской команды «Динамо» сотрудники Департамента внутренних дел. Свои силы полицейские попытали не только в Кокпаре, но и в других видах. И весьма успешно. В Аудер-Испаке участники «Динамо» взяли и первое, и второе место. Главным затязанием конных соревнований стала «Аламан» Байга. В итоге лучший результат показал Камыстинский скакун. Житикаринский район стал вторым, а Корбалыкский взял третье место. Победители на различных дистанциях награждены денежными призами. А вот главный трофей праздника отправился в Кустанай. На этой неделе социальные сети, как говорят, взорвало видео из Кустаная. Взрослые женщины выгоняют с площадки, предназначенной для катания на скейтбордах и велосипедах, подростка, который как раз на велосипеде. Но, судя по всему, он мешает прогулкам мам и их малышей на данной площадке. Еще раз замечу, площадка построена городом специально для подростков для катания на скейтбордах и велосипедах. На видео видно, что дошло и до рукоприкладства. К сожалению, начала и конца истории нет, но правоохранительные органы уже разбираются с данным инцидентом. Давайте посмотрим подробнее в сюжете наших корреспондентов. Разгонять юных спортсменов на скейтах, роликах и велосипедах. Такая традиция существует на этой спортивной площадке. Причем придумали и придерживаются ее молодые мамочки. На специальных спортивных сооружениях они разрешают играть только маленьким детям. В этот раз очередной скандал с подростками закончился потасовкой и дракой. В минувшие выходные сразу несколько женщин набросились на подростка за то, что тот катался на велосипеде. Причем мальчик делал это в специально отведенном месте. Не дурак у меня вообще! Не дурак! И все, отойдет, отойдет. Все, спокойно. Да! Не дурак! Да, смотри, спокойно! Женщина, спокойно! Ужас! Выжас! Вообще ужас! Вызывай в полицию! Тихо! Дети маленькие! Он подойдет, а здесь так ается! Не дурак! Это видео вызвало огромный резонанс среди кустанайцев в социальных сетях. Люди активно обсуждали поведение родителей и отмечали, что такое на бульваре молодежи наблюдают часто. Увидели видео и в полиции при мониторинге социальных сетей. Сейчас разыскивается еще одна участница скандала. Данный факт рассматривается как мелкое хулиганство. Это статья 434 административного кодекса Республики Казахстан. Станция данной статьи предусматривает штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. В настоящее время проводятся работы для обеспечения полноты данного материала, который в дальнейшем будет передан в административный суд. Как отмечают ДВД Кустанайской области, такого резонанса на детской площадке в Кустанай еще не было. Кроме этого, Департамент внутренних дел направил в городской Акимат предложение разместить таблички с четким разграничением. Кто же все-таки может пользоваться этой спортивной площадкой? Прежде всего, эта площадка предназначена для катания на скейтах и велосипедах, как отметили в отделе ЖКХ. Этот уголок был создан специально для того, чтобы молодежь, которая занимается не совсем стандартными видами спорта, могла самореализовываться. Вот только уже не первый раз возникает скандал между спортсменами и родителями, которые превратили эту спортивную площадку в развлечение для маленьких детей. При том, что буквально в паре шагов есть и детская площадка с батутами и аттракционами. Кроме этого, есть и футбольный корт. Вот такая история на днях случилась в Кустанайе. Обсуждают ее на всем русскоязычном пространстве интернета. Кустанай гремит на весь интернет. Выкладывают видео этого случая под такими заголовками. Мамочки набросились с кулаками на подростка из-за его желания покататься на спортивной площадке. Хамоватые мамаши избили подростка из-за того, что он катался на велосипеде по велосипедной дорожке. И в Кустанайе с помощью тумаков и матов взрослые женщины учили подростка правилам поведения. Это первые ссылки, которые выдают поиск по запросу «Кустанай подросток велосипед мамаши». И это не казахстанские интернет-ресурсы. Комментариев под каждой публикацией по нескольку сотен. Если есть желание, можете посмотреть. Не все цензурные, но и в основном сводятся к одному. Взрослые женщины считают комментирующие, мягко говоря, неправы. Поведение взрослых на видео комментирующие отнесли к одному из явлений последнего времени, которое в Рунете имеет отдельное название «Я ж мать». Слит на одним словом «Я ж мать». Правовую оценку, как вы видели, сюжет дадут в скором времени соответствующие органы. Мы тоже решили обсудить этот случай. Возможно, дать какие-то комментарии и вообще поговорить о современной кустанайской молодежи. И для этого пригласили специалиста. У нас в студии Алексей Куликов, психолог, председатель общественного фонда «Перекресток». Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый день. Ну, вот такое слово. Кустанай гремит. Я давно не видел, чтобы на многих площадках новость из Кустаная так широко обсуждалась. Тем более, что это Россия. К сожалению, гремит опять не тем. Не очень серьезные ресурсы, конечно, фишки, пикабу и так далее, но это популярно. И мало кто набирает больше сотни комментариев, а тут по 400, по 500. Ну и все не очень хорошие. Вы видели это видео, видели неоднократно. Как ваша оценка как психолога того, что там происходит? Есть такой феномен, несколько привычек, которые мешают жить людям. И одна из этих привычек – это привычка быть правым всегда и во всем. И вы можете сами на себя примерить и сказать, а когда я последний раз спорил, и мне важнее было доказать, что я прав, невзирая на любые результаты. Здесь мы можем сказать про тех, кто отец с сыном не разговаривает годами, потому что и отец прав, и сын себя считает правым. И страдают все вокруг. Страдает мать, страдают, возможно, внуки, которые не даются. Сын не дает общаться с дедом. Но все себя считают правым и готовы стоять на этом. И вот здесь я вижу такая же ситуация, когда взрослый человек считает себя правым, вправе ударить, вправе оскорбить, потому что он себя считает правым, но что он в этот момент пытается доказать? Чему он пытается научить этого подростка? Быть таким же? Ну так это удалось, да? Подросток отвечает тем же. Подросток становится в защиту. И какими он методами защищается? Точно такими же, с которыми идут на него нападать. Поэтому мы видим зеркальное отражение того, чего мы сами даем подросткам, как мы сами себя ведем, как общество на сегодняшний момент само себя ведет. И это явление удручающее, потому что мы это видим ежедневно. Мы видим это на праздниках, когда раздают бесплатную еду. И подростки тоже видят, как себя ведут взрослые, казалось бы, в обыкновенной, в простой ситуации, когда город или какое-то предприятие выделяет бесплатно шоколад. Помните, да? Гремели мы как-то по поводу шоколада. Сейчас мы, там вот буквально День Победы, и 9 мая, и общественные организации ставили свою палатку и раздавали там хлеб, кусок сала. Так нам чуть до драки не дошло. Из-за хлеба, из-за куска хлеба, из-за кусочка сала взрослые люди шли в атаку. И это все видят подростки. И это они впитывают. И потом мы удивляемся, почему они себя ведут. Они ведут себя так, потому что мы ведем так. Вот из комментариев к этому видео, я не все читал, но пробежал, скажем так, глазами. Этих женщин называют, вот я же матери. Вот то самое явление, я же матери. Оно давно уже гуляет в Рунете, в основном это шутки какие-то, смехи и так далее. Я тоже это видел, тоже читал, да, это весело, смешно. Я первый раз столкнулся с тем, что это явление есть и в Кустанайе. И вообще, как бы, это действительно проблема, как они говорят в интернетах, вот на пабликах обсуждают, что это большая сейчас проблема. Женщины, которые считают, что у них есть ребенок, она мать, ей все, все общество должно теперь. Такое явление есть, и это проявляется все чаще. Это проявляется в общественных местах, это проявляется в школах, когда две матери могут подраться, прямо вот тут, при детях, там, не знаю, не поделив лавочку, где переодевались их дети, да, это, это та же самая психологическая защита, защита своего ребенка, но это оправдание, что защита своего ребенка. Здесь стоит больше защита себя, своих интересов, потому что, когда такое происходит, и если спокойно сесть и разобраться, вопрос, ну, а что произошло, и кому в этой ситуации достались плюсы? Этой маме, которая там поскандалила со всеми, подралась со всеми, этот ребенок, который получил такой опыт, кому? В итоге, если разобраться, никто не получил никаких плюсов, и из этой ситуации все вышли в проигрыше, все. Но, большинство людей так не считает, большинство людей считает, что вот им важно доказать свою правоту, свое мнение, а если это еще выставить на показ, потому что социальные сети сейчас очень быстро могут определить, кто прав, кто не виноват, выложив, прославившись, это тоже такая публичность, потому что у нас сейчас, что не человек, то медийная личность, у него есть 7 аккаунтов, в совокупности 10 тысяч подписчиков, и твоя боль, она может разделиться на всех подписчиков, и человек будет искать сочувствие и поддержку среди своих подписчиков, выложив такое видео. Не всегда, конечно, такое происходит, потому что всегда есть несколько мнений, и возможно, когда человек выкладывает видео в надежде на сочувствие, он может получить обратное. И тогда у человека закореняется еще больше, что они не правы, я все равно права, пойдем дальше. Мы видели такую же ситуацию в Алмате, которая произошла, вот большой скандал был, на как-тубе, в ресторане, там тоже под хэштегом я ж мать, и что произошло, да, кого-то уволили, кого-то поругали, но если сейчас разобраться, ну, как бы, что произошло, ну, ничего не произошло. Был скандал, были комментарии, кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то сочувствовал, ну, а в итоге, в итоге все повели так, как им на сегодняшний момент удобно для себя. Еще раз повторюсь, не всегда, скажу так, если мы этим скандалом хотим кого-то научить и проучить, то это очень редко происходит, очень редко, потому что есть все равно две стороны, и каждая сторона останется при своем мнении, и, скорее всего, эти две стороны просто будут дальше враждовать. Илон Маск говорит, что если моя правота не приносит мне пользы, я от нее откажусь. Вот в этой фразе... Это здравый подход. Это здравый подход, что какой, ну, толку, что я прав, если вокруг все страдают, и это только деструктив. В чем тогда, вот, в чем тогда это цель моей правоты. И это, ну, это болезнь общества. Это неумение контролировать свои эмоции. Это нежелание обращаться к специалистам по решению проблем. Возьмите, пожалуйста, мы в Кустанайской области тоже прославились, да, у нас по разводам на первом месте, а Казахстан тоже там в каких-то лидирующих. Почему люди разводятся? По банальным причинам. Я прав, ты не права, и так далее. И это тоже корень этой же проблемы. Ну, вот если вернуться к видео, да, все осуждают женщин, которые так агрессивно ведут себя по отношению к мальчику, ну, и ребенок там видно было в определенный момент и велосипедом уже начал толкать, и тоже перешел на повыше штана, тоже кричит. Вот, ребенку можно себя так вести, подростку по отношению к взрослому? Не провоцирует ли он этим еще большую агрессию, и тем более, я так понимаю, он видел, что снимает это видео? Тут нет ли как момента провокации, скажем так? Не могу оправдать подростка, потому что подросток достаточно взрослый, это не там, шестилетний ребенок был, и сказав с точки зрения психолога, могу сказать, что это была форма защиты, адекватная нападению, как зеркало. Если бы к нему подошли и спокойным голосом объяснили, рассказали бы, попросили бы, сказали бы, ну вот здесь есть ребенок, вдруг ты велосипедом ударишь, и это будет достаточно серьезная ситуация, нам бы это не хотелось. Вот тогда я бы хотел посмотреть, как так ситуация, и я знаю очень многих подростков, которые достаточно адекватно с ними можно разговаривать, их можно убеждать, но к любому подойди и начни его тыкать и материть, и в 90% случаев вы увидите защиту, человек может не ответить, но он у него появится внутреннее напряжение, внутренний ком, у него эта ситуация потребует выплеска, и он отойдет в сторонку и найдет куда это выплеснуть, это будет перевернутая урна, разбитое стекло, или младший подросток побитый, мы его уже зарядили, мы его зарядили вот этим негативом, и вера во взрослого, мы на чуть-чуть отняли у него эту веру, вот с таким поведением, поэтому здесь ответственности больше на взрослых, нельзя снимать с подростка ответственность, нельзя, но обвинить его в как бы 100% я тоже не могу. Вот в одном из комментариев в группе во Вконтакте я видел, комментировали, что мать этого ребенка, на которого агрессию проявляли, она тоже была там, и вот это как бы один из моментов, где там ребенку удалили, что это мать сама, не знаю, правда или нет, но вообще возможно такое поведение? Ну давайте представим такую ситуацию, что это не эта ситуация, а просто такая вот абстрактная ситуация, где чужие женщины ругают ребенка, а ряда мать подходит, и этого же ребенка бьет. Тогда вот вам и ответ, а почему ребенок на агрессию отвечает агрессией и жестокостью. Если родная мать поднимает руку на ребенка, это насилие в любой форме. Есть насилие физическое, есть моральное, то значит нужно обратить внимание возможно на эту семью, возможно этот ребенок подвергается насилию систематически. Если в метод воспитания входит рукоприкладство. Но опять же мы не видели это все, поэтому никого обвиняем. да, то есть какая-то что может быть да, я уверен, что я очень надеюсь, что правоохранительные органы подойдут очень скрипулезно. Вот прям вот в этой ситуации нужно разобраться действительно до мелочей. Как было, что было, кто бил, за что бил. Но все органам надо вмешиваться в подобную ситуацию? Они по закону должны. Тут нет такого надо, не надо. Это насилие. С одной стороны насилие по отношению к несовершеннолетнему. С другой стороны это конфликт в общественном месте. органы же вмешиваются, когда люди распивают спиртные напитки в общественном месте. А здесь произошла практически драка в общественном месте. И это я так думаю у них нет такого хотят они не хотят. Они это обязаны сделать. Единственное что они обязаны это сделать с привлечением специалистов которых у них наверняка есть и детских психологов и социальных работников. должны подключиться такая хорошая рабочая группа должна быть. Как психологи относятся к тому что подобные видео всплывают? Шел конфликт кто-то с телефоном стоял в стороне и снимал все это дело. Явно снимал не для семейного архива. План сразу был выложить. Его и выложили. Оно имело такой это тоже современный современный быт любого человека сейчас а подростков тем более у каждого подростка есть свои каналы свои соцсети и конечно они хотят внимания. Выложив это видео они привлекли к себе внимание в принципе для этого видео и снималось. Привлечь внимание привлечь комментарии привлечь хайп на этого человека кто выложил видео наверняка подписки начались комментарии а кому раньше чтобы на человека обратили внимание он должен быть легкатлетом отличник в школе пробежать 100 метров за 11 секунд и тогда вот на доске подсчета все идут обращать внимание сейчас нужно намного проще телефон видеокамера и снять это все что-нибудь такое когда был пожар в Кемерово и там было одно из видео было хорош снимать пошли спасать понимаете да у кого-то а здесь мы уже говорим об отношениях не об отношении это о том что вот человек будет тонуть будет стоять три человека и у каждого будет разное кто-то прыгнет в воду кто-то побежит за помощью кто-то будет снимать ситуация одна отношение разное это тоже одна из одной из такой основной инстинктов поведения человека на одну и ту же ситуацию у каждого будет разное поведение допустим горит желтый сигнал светофора у кого-то нажать на тормоз а у кого-то нажать на газ вот эта ситуация то же самое кто-то пошел драться разбираться кто-то начал снимать кто-то прошел мимо это просто одно из видов проявления внимания психологи не против того что это выкладывается в сеть раздувается скандал из-за этого хорошо что обратили внимание те же самые правоохранительные органы это увидели обратили внимание будет какое-то расследование но с другой стороны нехорошую нехорошую славу городу людям опять же здесь нельзя не настолько серьезная ситуация была кого-то и затравить все-таки могут в тех же самых соцсетях и в реальной жизни психологи не могут сказать вот здесь психологи против или вот здесь за это явление которое есть и с которым надо работать это явление можно обратить в позитив можно детей учить обращаться с видеокамерой снимать возможность снимать какие-то социальные ролики ну понимаете да но этому надо учить в это нужно вкладывать и деньги и силы и специалистов вот и сейчас вообще видеоконтент он затмевает все если раньше были допустим блогеры которых читали которые выкладывали посты такие большие да то все больше и больше людей уходят в видеоблогерство и это то что сейчас ну грубо говоря на хайпе на подъеме вот ну кого вы знаете последнего кто ушел туда это вот кто Парфеонов открыл свой сайт свой ютуб канал даже они уже начинают понимать что вот вся жизнь в видео и это пришло и тут хотят психологи не хотят тут вообще ничего не решает единственное что этим точно можно попытаться хотя бы управлять потому что у каждого школьника есть ютуб канал если посмотреть а какое видео какой контент на этом видеоканале то это тоже можно любой канал посмотреть и можно такую психологическую диагностику дать человеку это родители должны отследить конечно вообще как бы говорят у ребенка должна быть своя приватная зона он должен иметь свободу и тут родители могут ли контролировать ну это как в записную книжку залезть в личный дневник ребенка ну надо разобраться вообще до какого возраста нужно контролировать и возможно ли потом контролировать если девочка там 10 лет ведет видеоблог делает там какие-то стримы это может быть как и безвинно так и через эти блоги допустим пользуются различные криминальные структуры психически нездоровые люди они могут в комментариях знакомиться с детьми просить ребенка выйти на уже прямой контакт познакомиться сыпать его лесными комментариями какая она хорошая какая она красивая вот а может быть там позвать на свидание если это не контролировать то мы можем получить то что получает допустим Россия сейчас очень сильно и даже есть специальные службы которые отслеживают тех же самых педофилов в социальных сетях вот делают фейковые страницы там несовершеннолетних да и потом ловля наживца это все то же самое только раньше выходили на улицу ловили наживца сейчас выходят в сеть и ловят наживца и это это работа на опережение вот сейчас надо этим заниматься надо вот сейчас туда уходить потому что вся молодежь там сейчас пьющие подростков мало встретишь на улице сейчас они все там и курят вайп еще одна скажем так проблема последних дней которые которые буквально на днях начали они много говорить будет нарастать волна за последние пару недель у нас уже три суицида случилось подростков но эти темы широко не освещают как бы средства массовой информации потому что не просто все об этом говорить тем более родители там есть и семьи но факты появились уже в одно время очень много об этом говорили в Кустанай с этим проблем была потом я так понимаю как-то стало получше сейчас опять новая волна даже говорят что опять какая-то какой-то новый ну не си Никита по-другому как-то называется уже в сети появился действительно так ну давайте говорить правду никуда ничего не делось и цифры как и остались так и остались и то что Казахстан возглавляет в топе стран с подростковым суицидом это так и есть то что Кустанайская область к сожалению к великому тоже находится в Казахстане в тройке лидеров но это тоже есть и меня очень расстраивает когда допустим зовут на какие-то круглые столы посвященные проблемам подросткового суицида я уже на эти круглые столы уже ходить не хочу потому что кроме круглых столов и кроме того что мы ведем статистику погибших детям вот ну как бы каких-то реальных продуктивных просчитанных взвешенных шагов систематичных понимаете да к сожалению к моему великому сожалению в Казахстане сейчас не ведется создана комиссия при президенте по этой проблеме в Кустанайской области тоже создана чрезвычайная комиссия которая расследует каждый случай но комплексного подхода к решению данной проблемы нет потому что в эту проблему нужно вовлекать всех от вот я скажу словами человека который сам боролся с этой проблемой да что если в эту проблему не вовлечь от дворников до президента то ну не сдвинется это был конкретно это был посол Финляндии который имел свои истории вот Финляндия имела историю подросткового суицида когда они были тоже там в топе и они смогли повлиять только на национальном уровне только чтобы каждое министерство вот как у нас сейчас коррупция борется везде и всегда да вот и когда есть законы когда есть бюджет под это выделено то же самое нужно делать для подростков у нас сейчас нет такого большого специализированного кризисного центра для подростков куда можно было прийти и бесплатно круглосуточно получить помощь а это необходимо это кризисные состояния это не измеряется с 9 до 5 понимаете да в нем должны работать специалисты которые обучены которые профессионалы а эти такие специалисты стоят дорого если такой специалист появляется он открывает частную практику и работает себе понемножечку деньги зарабатывает и это хорошо но государство должно покупать таких специалистов должно иметь в случае таких вот кризисных ситуаций в такие центры путешествия обучаясь в других странах я встречал такие центры и знаете прям просто вот заходишь и ты понимаешь для чего вообще профессия психолога когда вот этот центр когда 20 кабинетов и каждый кабинет он оборудован под специальную терапию когда есть групповые комнаты и когда студенты постоянно проходят практику обучаясь прям вот не отрываясь от учебы постоянно с первого курса они обучаются обучаются они потом уже выходят такими натаскинными специалистами чтобы получить степень практического психолога практикующего вот в России нужно там 300 часов а в США нужно 3000 часов обучения обучения прямого консультирования под наблюдением представляете через 3000 часов какой специалист появляется и тогда этот специалист может работать в любых кризисных ситуациях на любом телефоне доверия нам этого сейчас не хватает нам нужно повышать качество наших психологов которые выпускают наши вузы это однозначно это это вот не должен быть уровень школьного психолога причем про школьных психологов вообще говорить ну как бы вот тоже такая больная тема что школьный психолог у нас приходя в школу он он придет с зарплаты 37 тысяч тенген и на пенсию уйдет с этой же зарплаты у них нет квалификации да у них нет роста а представляете человеку который вот понимает что вот он будет нет даже в школах нет таких вот оборудованных кабинетов ну я не могу не во всех школах скажем так да поэтому эта проблема и эту проблему государство должно услышать услышать и начать двигаться в этом направлении а это требует финансирования ну как как и любая другая проблема проблема простите дырявых дорог это проблема да выделяются же финансирование ну да выделяются так это такая же проблема и должны адекватно выделяться деньги никто еще не посчитал в разрезе ВВП страны сколько государство теряет потеряв это помимо горя и всего остального которое семья на всю жизнь получает это вот мы просто теряем граждан Казахстана мы с одной стороны переживаем что они там уезжают в Россию или куда-то там учиться а тут погибают тут тут это вообще несоизмеримо и где где конкретные шаги вот вот самое частое когда смотришь что-то про запад про психологов про кризисные ситуации есть телефон доверия там где телефон помощи или как кризисный телефон ты позвонил ты с кем-то разговариваешь тебя убеждают что-то сделать что-то не сделать у нас есть вообще это вот такие телефоны я вот рекламу где-то не встречал ни разу в городе чтобы кризисная ситуация звони по такому есть есть такая реклама висит на на ТЭЦ на углу Альфа-Раби Чехова не обратил вот она сбоку есть телефон 150 это единый телефон казахстанский бесплатный на котором может позвонить любой подросток по любой проблеме и они перенаправляют уже на если нужна будет какая-то консультация они перенаправят на городской здесь кустанайский вот есть кризисный центр в Кустанае вот телефон к сожалению не помню это тоже вот одна из проблем эти телефоны надо знать как 0.2 ну вот это о чем говорит значит этот телефон не рекламируется не рекламируется достаточно чтобы вот даже вы не знаете этого телефона ни 150 да ни любого другого а это должно быть как 911 знают все есть даже в США есть 911 это по криминальным случаям да а есть 211 по социальным службам вот 211 набираешь и где бы ты не был и какая бы у тебя проблема не была бы нечего поесть тебя направят куда поесть нечего одеть нечего где негде переночевать нужен психолог нужен терапевт нужен бесплатный врач направят в любое направление в любом районе где бы ты сейчас не стоял это единый телефон социальной службы вот у нас такие же телефоны должны быть локальные такие же службы хорошо у нас к сожалению время программы подходит к концу еще несколько минут не могу не спросить начали вы в свое время очень хорошее интересное дело открытие я помню журналисты ездили это центр хатика сейчас у вас какие-то изменения новшества появляются то есть вы организуете летний лагерь для детей с ограниченными возможностями для детей инвалидов которые не могут никоим образом поехать в обычный лагерь и отдохнуть что у вас там происходит работает или не работает так широко открывали а теперь я ничего не слышу про вас мы работаем мы работаем у нас проектная мощность около 100 детей в год вот мы можем больше мы можем 400 детей в год принимать есть препятствия на законодательном уровне так получилось что отдых детей инвалидов он сейчас никаким законом не регламентирован и это проблема над которой мы тоже работаем мы встречались и с парламентариями и с партиями встречались и делали юридическую оценку существующего законодательства и эту оценку мы передавали в мажорист парламент поэтому вот в области уже приходится лоббировать какие-то вопросы которые невозможно решить вот здесь вот на местном уровне потому что получаешь письма что по существующему законодательству невозможно профинансировать данную проблему у нас есть хорошие спонсоры у нас есть хорошие люди которые отзываются на крик от помощи да и помогают нам вот 5 лет прошло 5 лет мы работаем каждый год но на сегодняшний момент мы работаем только за счет спонсоров либо за счет денег которые сами заработали государство тут ну на сегодняшний момент мы ведем с государством переговоры Вот у нас буквально последние статьи в интернете и, кстати говоря, о пользе интернета. Интернет можно использовать и в позитивных целях. Нас услышали и пригласили в Акимат, и мы имели такой очень хороший, добрый разговор, где государство понимает, что есть препятствие в законодательном уровне, но оно готово идти навстречу. И сейчас изыскиваются резервы, чтобы эту проблему, по крайней мере, в этом году как-то решить. У нас, я еще раз хочу поблагодарить, пользуясь эфиром, хочу поблагодарить всех добрых людей, которые присоединились к нашей акции «Подарить детям лето». Мы уже собрали около миллиона тенге. Но это немного. Что позволяет миллион? Миллион тенге – это 20 детей приедут на один сезон. Один сезон – это 10-15 дней, да? И видите, здесь такая еще специфика, что ребенок должен ехать сопровождающим. И мы тоже оплачиваем сопровождающего, потому что мы на сегодняшний момент не готовы брать денег с этих семей, потому что ситуации тоже такие очень разные. И для кого-то 20-30 тысяч тенге – это так себе, а для кого-то это достаточно такая большая сумма. У нас есть детки, с которыми мы встречаемся не один раз, а несколько. Мы видим, как они растут. Мы видим, насколько важно им это. Мы видим, насколько важно родителям, чтобы они съездили в этот лагерь. Потому что мы это говорим – лагерь, да? Но что такое лагерь? Это, во-первых, двигательная активность. Ребенок не дома сидит в четырех стенах, а 12 часов в день двигается. Спортивные мероприятия. Мы ходим в походы, да? У нас есть тренинги. У нас работают психологи. У нас там проводится арт-терапия. У нас двигательная, сказка-терапия. У нас постоянно люди знакомятся. Люди потом дружат. Семьи начинают друг с другом знакомиться и дружить потом. Бывает так, что у нас денег нет, но семьи сами объединяются и приезжают к нам на базу для такого корпоративного отдыха, чтобы хотя бы иметь какую-то возможность. Сейчас мы ведем переговоры с нашим психоневрологическим интернатом. У них нет ни своего лагеря, ни финансирования. Они будут приезжать к нам два раза в месяц на такие лагеря выходного дня. На сегодняшний момент именно общественная организация реализует большой комплекс услуг и помогает государству не заботиться хотя бы об этой проблеме. Единственное, что если бы мы получим еще какую-то поддержку от государства, это было бы просто социальное партнерство, как оно есть. Я так понимаю, вот этот ваш лагерь это единственный в Казахстане специализированный лагерь? Специализированный, единственный, который был построен общественной организацией с нуля. Я просто встречаюсь со многими коллегами в Казахстане. Это вот никто так систематически не занимается. Кто-то разово проводит какие-то такие небольшие, чтобы вот так вот круглый год у нас. Но у вас все-таки дети-инвалиды, это необычно, это невозможно набрать простых пионер-вожатых, студентов-педагогов. У нас на 20 детей почти 10 социальных работников работают. Четыре инструктора, два психолога и семь социальных работников. Вы понимаете, да? Это да, это тоже затратно. Это ответственность. Ну, если мы ее не будем на себя брать, то на сегодняшний момент никто не готов на себя брать эту ответственность. И мы говорим про сопровождающего ребенка, да? Что вот мы готовы ребенка оплатить, а сопровождающего нельзя. А представьте себе, что, допустим, в других странах на одного такого ребенка приходит два, а то и три сопровождающих. Потому что сопровождающий не может круглосуточно сопровождать ребенок. Это же работа. Они делятся там то по 12 часов, то по 8 часов. Мы берем только одного сопровождающего, потому что мы не имеем возможности таких. Хотя я еще раз говорю, в практике международной это ничего такого страшного нет. И я видел лагерят, которые организуют летний отдых, просто отдых для инвалидов, для детей инвалидов. Любой. Вот хотите на байдарках, они переделывают байдарки под кресло. Хотите на лошадях, у них специально есть седла. Хотите восхождение в горы, у нас есть инструктора, который может хоть без ногого, хоть без рукого в любые горы затащить. Если у человека с инвалидностью есть потребность, то государство обязано ее, как и здорового человека, удовлетворить. Просто если здоровый может купить путевку и поехать, то вот с людьми с ограниченными возможностями немножко сложнее. Ну что ж, на сожалению, закончилось время нашей программы. Большое спасибо, что пришли сегодня подробно, так хорошо рассказали. Центр хатика – это великое вещь. Спасибо. Ну не знаю, шляпу нет, снял бы шляпу, наверное, перед вами. Хорошее дело делать. Я надеюсь, что вам удастся все-таки с государством, ну хотя бы на уровне нашего областного Акимата, договориться, получить какое-то финансирование, организовать еще там десятку, двум, трём детям дополнительный отдых летом. Большое спасибо вас, дорогие телезрители. Я жду экранов телевизоров в следующую субботу в 20.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова